Крестоносец На этом ходе Прежде чем начнем атаку Надо сделать определенное тут телодвижение Впосредственно в городе Что-то я тут хотел, помню, построить Стена у нас уже строится Давайте на рост Колокол и стенку поставим Все равно здесь нанимать никого не сможем Да это, в общем-то, и не нужно После захвата Лотерна Надо разрушить нам мастерскую здесь Точнее, лабораторию, которую мы поставили Вот, лаборатория Колдуна, об этом писали Она дает 20 обнаружений дополнительного Я, правда, не думаю, что Как-то сильно повлияет Все равно Заметит Заметит импровизированную мастерскую Сейчас А ждать нам нельзя То есть нам нельзя уже тянуть Время Здание надо будет потом Значит, это тоже начнем строительство В прошлой серии я его начал Но после, видите, сохранения Которое было раньше Все это слетело Три хода будет строиться Мы потеряем потом видимость региона Но это уже будет не важно В общем-то Такие дела Но мастерскую, вот эту вот бомбу Создающуюся будет, тем не менее, видно 160 обнаружений Это дофига Икит не успевает Восстановиться Но ждать Ну, у него один отряд не восстановился Ждать мы тоже не можем Пока он там наберется На фулстяга Итак Что нам будет тут противостоять Мастера меча Страж феникса В общем-то Довольно опасные отряды Внутри города Но я планирую в них бомбу кинуть Всякие колесницы Особо Большой урон не нанесут Феникс В общем-то Драконы Их можно расстрелять артой Которую подтянем к стенке Если они полетят В ближний бой Какой-то урон мы им успеем Наверное, нанести Если они будут внутри города Там на площади Тем более То есть можно будет Затащить арту Внутрь Либо стрелков поставить Внутри И они их расстреляют Это не проблема И что там в гарнизоне у них? Гарнизон тоже суперэлитный Тоже есть арта Горебаная Которая будет с центра Наваливать Очень много Орлов Драконов Элитной Тяжелой пехоты Полно В итоге мы получаем Три артиллерии Да, это будет жестко Атаку начнет и кит А самое-то главное Есть ли кто-то там За ними Вот в чем вопрос Так, стоп Пока мы ничего не делаем Мы просто осаждаем Если в ближайших городах Есть еще силы То есть Следующим Оходом Они смогут На нас Напасть Контратаковать Что мы будем делать Лотерн Скорее всего Сначала Разорим Он принесет Довольно много денег Потом Мы его Застроим Сразу до третьего уровня Даже и до четвертого Не, до четвертого Наверное, слишком жирно будет Хотя мне нужен Здесь плацдарм Для быстрой атаки Посмотрим, сколько будет еды А затем Двинемся дальше Ну и с Малекитом Тоже надо будет вопрос решать Во-первых, надо будет отдэфиться Для начала Его вообще надо захватить Устроим Какие-то наполеоновские планы А у нас еще даже Захвата-то нет И всего лишь пять Максимально доступно Подкрепление Но нам хватит В принципе парочку Чтобы разобраться С той же артой Ну или по крайней мере Не дать ей на площади Спокойно стрелять Вот такой гарнизон К тому же он еще и опытный Дракон Суммарно получается С них два дракона Фениксов Два Два орла Короче, летающего дерьма Много-много стрелков Но вот похоже Гарнизон мы разбили Без особых Каких-то затруднений Да и похоже Армия тоже полегла Некрайне быстро Но это они, видите На открытом пространстве были Здесь они будут за стеной Так, штандартов Мы вешать никому не будем Глянем, что там за карта Ну вот Эрн я примерно помню Как расположен Довольно компактное расположение Стреляем в башню Потом поработаем Артой И В общем-то Дальше Войдем уже В город Будем рубаться Жалко, конечно, армию Элитную Скорее всего Кто-то Из отрядов погибнет Но она не потребуется В схватке За вихрь Если мы остановим Сейчас ритуал В городе Да, еще Лутернт надо удержать То есть продвигаться Вперед Такая себе Идея Если его потом захватят То они смогут Закончить ритуал Да Вода Смотри Просто стала Выглядеть Получше Раньше она была Как кисель Теперь она Хотя бы как Отдаленно Напоминающая Что-то Вуду Посмотреться Блин Здесь лес Который нам Не позволит По-нормальному Сейчас стрелять И довольно хреново Видите Вообще Место для арты Горы Холмы Лутерна Башни Безусловно Мощные Рассчитывать На то Что они Не нанесут Дэмэдж Не стоит И Вайска Тут Хрен Спрячешь Увидят Они их Или нет Вопрос Вот Видно Можно Попробовать Кто тут Распихать Таким образом Что-то Заметили Башню Башню-то Не видят Сквозь Деревья Так Вроде всех Спрятал Ну Колеса В принципе Пофиг Не важно Колеса Не важно Партия Не успеет Выстрелить Так По Лоха-ха Тоже Пускай Стреляют Лоха-ха Как они там Поворачиваются И кит Пофигу Он еще И похилиться Может Плохо Что армия Выходит По центру И сейчас Центральные башни Сразу отработают По второй армии Тоже У нас есть Ракета Мы ее в этом бою Я думаю Применим Чтобы минимизировать Потери По элитным войскам Интромагия Вроде бы Есть Огонь Быстрее Башни Быстрей Ой-ой-ой-ой-ой Эти придурки Стрелять начали А нет Они стреляют Из инвиза Кстати Их не видят По идее Их не видят Собачки артиллерии Ой-ой-ой У нас здесь Проблемы Как я и говорил По второй Начали стрелять Армии Очень серьезный Дэмэдж Сейчас будет нанесен По ней Первая башня Уничтожена Пытаемся Сманеврировать Куда-то отойти Выходит арта Но она еще Пока не вышла Дерьмо По нам уже стреляют Давай Может отключешь На себя огонь 29% Что-то все Мажут Куда вы стреляете Вашу мать Огонь 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 Отлично Отлично Они переключились На Якито Якито Спасает армию Вторую Просто как царь Там гоняет И отвлекает На себя Весь огонь Вторая башня Уничтожена Стреляем В третью Все быстро Никуда не уходите Вы куда пошли Спас Немало Крыс В этот момент 69 73 94 Успеет еще раз Выстрелить Все Обвалили И теперь В общем-то Переключаемся На стену Непосредственно Пробиваем дыры И уничтожаем Ту дальнюю башню Потому что они тоже Могут оттуда Начать стрелять И все В принципе Оборона их Будет ликвидирована Смотрим Куда мы можем закид Ооо Смотрите Как они шикарно стоят Они просто Просят ракеты Могут навестись Просто Просят Этой ракеты Но может быть Они выстроятся Еще плотнее Сейчас подождемся Вот сюда Они двигаются Как будто чувствуют Что я сейчас Собираюсь ее запустить Смотрите Подожду пока Дыра есть Валилась И простреливаем Здесь тоже Дыру Всех стрелков Проблема в том Что тоже Стрелки есть На стене Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Так, что там у Якито? Якито расстреливает, но он может похилиться, в принципе. Очень хороший был залп, и, как видите, почти вся тяжелая пехота отправляется у них отдыхать. Так можно уничтожить, в принципе, армию, с которой мы будем сражаться за непосредственно Малекита за Вихрь, если с ним все-таки бой состоится. Я думаю, что с этим уже он не состоится, чуваками. Сейчас я еще поработаю молнией, то есть уходить пока не будем. Работаем с дистанцией. Слушай, ну где там был, кстати, Малекита хилл? У меня хилл-то был, хилл был, а всплыл. Может, была билка на... Такое ощущение, что одна заменила другую. Вот эта хрень, по-моему, заменила его как раз... ...отхиливанием. Ну, и кит пока неплохо гоняет, в общем-то, время идет. Хорошо. Время идет, враг теряет силы. А мы в этот момент становимся только сильнее. Пошли работать крыслинги. Да. Ха-ха-ха! И ответного огня уже нет, потому что стена практически зачищена Слушай, а Экид вообще хиляется Почему он хиляется очень быстро, безо всяких обьев Вообще ничего не юзал И при этом он отхилился буквально за пару секунд Я не могу, не понял Что за метаморфозы с ним произошли? Могу, быстрый мод Для скейбанфлейта Пока штурм идет, отлично Что можно сказать Все по плану Мы нанесли гигантский урон, при этом не понесли его вообще сами И у нас пока еще не отстрелялись до конца стрелки Стрелял со рта Дальше мы крыслингом сюда По ним тоже попадают И попадает, кстати, не вражеский ли герой Видите, правда он уже обосрался и решил таки убежать Его тоже очень быстро, кстати, застрелили Просто так обосрался Ох, как они кладут просто невероятное Зрелище идет Массивный обстрел лотерна Да, столица эльфов Трещит по швам Похуй Момент для скрина Кто-то там по нам продолжает Навешать, я вижу Кто-то там такой летит по нам Хорошее магическое дерьмо Тем не менее, крыслинги продолжают наяривать И у нас остались еще стрелки Это говнометатели Они самые эффективные И подводим мы их ближе Будто они метают вот отсюда Вот свое дерьмо Силерию тоже надо распределить По-другому Что-то нас прикрыло Пусть мы еще генералов Героев Сюда Поближе И начинаем подводить Штурмовую пехоту Я не часть Ее уже было Побито Ну, осталось их не так и много Остались, в общем-то, монстры Кстати, часть надо было бы, конечно, на них оставить По-хорошему Стрелков Я отведу их назад Давай Пайки-то навешивать Со стены Покидать, не знаю, пробросить Они не пробросят Да, пробрасывает отлично в эту дыру И сейчас Часть этих Рыцарей Будет уничтожена Сконцентрирована молниями Стена почти расчищена Очень хорошо пигают Говнометатели в дыры И убьют немало Врагов Как только войдет наша пехота Проблема начнутся, конечно Потому что Потому что А Марта их начнет стрелять Да еще не все войдут Опять, как обычно Там где-то надо Короче, походим Закончились Почти ветра магии Но мы Отстрелили Максимум Сколько могли отстрелить Таскиваем колеса Врываемся Вот у Гальга Дотина Да, есть Регенерация Ой, хит, она тут пропала Но он тем не менее Регенерируется сам Крайне быстро Блин Без всякой Доп-регенерации А вот и Арта пошла Наяривать А самое главное Ни хер наведешься Так, отлично Драконы Они там пока стоят Думаю, они полетели Но не тут-то было Попробуем Арту просто Заставить Ступить на какое-то время Не стрелять В этот проход Она может Очень сильно навесить Самый опасный момент Это им с Терсвери связан Прорвались, но Нас встречают Принцы Драктуны 5 секунд Да, драконы у них не летят Но Арта частично двигается Она стреляет Теперь она начала стрелять Неплохо, что они сразу обсираются Я даже не успеваю Толком Ту Арту подамажить Мы ворвались Отлично Но то, что нас вот так вот достают Сверху Это очень неотлично Совсем Я бы даже сказал Но они потеряли Почти всю свою тяжелую пехоту И практически Все Кончено Здесь Насправда остались 8 секунд Не летят Пока у них Орлы Но они будут Видать до упора Ждать Отлично Две Арты Сгрудились в одном месте Одна кое-то пошла Сейчас мы еще раз Заставим их Побродить Или стрелять Время идет Это работает на нас Почти ворвались Проблема в том Что арта Продолжает Стрелять Хлестницами Колеса Но Опять же Они могут Вся Всех сырков Сюда С ним у нас Полетят Скорее всего Вот так Вот Их Дракуны Кто-то Скачет Кто-то Скачет Бежит Летит Отлично Есть В принципе Кому С ним Справиться Выходит На карте Не показано Очень жесткая Артиллерия Достает Убил Многих И плюс Раздамажил Сами отряды Себе Прорываемся Двух сторон Одновременно Разделяются И Замес Крайне Не вовремя Так Драконы Драконы Где тут у нас Анти Анти Монстры Огонь Ничего Не все достают Вообще Боеприпасы Закончились Надежда Что они обосрут Сейчас Довольно Большая Но они Не хотят Обсираться И не хотят Отступать Общая Царта Крыслинги Обрабатывать А все Они обосрались И мы Победили Победили И Латерн Пал С минимальными Потерями В принципе Планировал Пророчество Свершилось Ванскраер Захватил Обитель Высших Эльфов Все Кончено Ритуал Прерван Но Правда Справедливости Ради Стоит отметить Что надо Еще продержать Город До Его Окончания Как видите У них Вообще Ноль Вся Их Элита Тяжелая Потери У нас были Действительно Маленькие В районе Трехсот Там Восьмидесяти Потому что Штурмовали Мы Считайте Две тысячи Лишним Элитных Эльфов Внутри Их столицы Потери Просто Игрушечные Но Ракет Сразу Уничтожило Пять отрядов Практически У них Вот они По этому По нолям Ничего Нет Стреляли В том числе Вся их Элитная Стрелковая Пехота Была тоже На стене Уничтожена Артой И стрелками И в итоге Никто так Ничего и не сделал Ну и Кит 168 Надолбил Молниями Правда Тоже Самогреб Неслава 35 Потери Не потеряли 2150 А один Может быть Образцовый Штурм Латерна 29000 Перестраивать Конечно Будет Тоже Дороги Больше Часть здания Думаю Мы Снесем Деньги Мне Будут Нужны Мастерство Осады Дисциплина Плюс 3 При Осаде Армия Лорда Доход Разорение Поселения Плюс 6 Процентов И Кит Лишиня Так Ладно Шанс Получить Предметы Все Конечно Хорошо Выбирать Будете Кит Лучше Забрать И Четвертый Уровень Можно В принципе Даже Пятый Сделать Но Потребует Очень Много Еды Мне Нужен Здесь Плацдар Мощный Для Разворота Здесь Очень Долгое Будет Строительство Потому Что Сами Знаете Поселение Ведь С хреновым Климатом Поэтому Я думаю Разорюсь Сделаю Город Раз Пятого Левела Мы Наберем Эту Еду Это Не Проблема Не Хватает Нам Башни Леса Для Полного Объединения Ну И Больше Часть Зданий Осталось Как Видите Даже Несмотря На Что Я 29 Тысяч Забрал Сейчас Мы Разрушим Получим Еще Деньги Да У нас Будет Вся Провинция Целиком Но Строиться Тут Будет Все Гипер Долго Самое главное Тут Нет Стены Нет Нормального Гарнизона Хотя Он Элитный Но Его Мало Зато Есть Сразу Здание На Общественный Порядок Есть Здание На Доход Плюс Здесь Есть Казармы Улучшить Уууу Здесь Ходов Будут Строиться Это Плохо Есть Обычные Казармы Которые Позволяют Нанимать Шторма Крысов Хорошо Оставим Порт Лотерна Тысячу Он нам Даст Рост Дополнительные Ресурсы Для Торговли Изначально Даст Пятьсот Тоже Неплохо А сколько Ремонт Вышел Три С Половиной Но я думаю Что мы Получим Гораздо Больше Сравно Чем Потратили На На Ремонт Потому что Часть зданий Так-так Была После захвата Была Разрушена Получили бы Гораздо Меньше С них Текс Нужны еще Здания На Мерзости Еще одно Здание На колеса То есть Короче Здесь будет Такая Полная Полный Штаб Для дальнейшего Продвижения Для найма Войск Восстановление Даже В городе Идет Очень Долго Если У них Есть Поблизости Армия Они Конечно Попытаются Отбить Обратно Это Будет Очень Фигово Мы Еще Не Готовы Совсем Не Готовы Давайте Новейшее Изобретение Поставим Как же Икиту Без Новейших Изобретений Охаха 37 Левел Почти Кстати Наравне С Акитом Идет По Прокачке Дисциплина Сожжение В принципе У него Есть Все Что Надо Можно Поставить Спротивление Выстрелом Здесь Нормально Лагерем Восполнимся Ущущение Что У Гальгадотин Быстрее Восполнение Идет Чем Икита Кажется У него Просто Более Серьезные Повреждения Более Нанесены Пока Сложно Сказать Сколько У них Там Осталось С сил Но Мы 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 Их Превосходим Они Четвертые Мы Вторые Гномы Пятые Третьи Вообще Этот Казался С восьню Провинциями Гексадр Слушайте Он отжимает Провинции В южных Землях У него Было Всего Там По Монес Штук Оставалось Четыре Штук Или пять Он Отжимает У эльфов Малекит По-прежнему Первый И это Плохо У Торо Лазор Вообще Большие Проблемы Как видите Один из Поселения Осталось И Его Почти Уже Уничтожили Но Тупые Эльфы Не хотят Идти На Мир По-прежнему Так что С гексадр Война Нифига Не закончена Она Продолжится В Южных Землях И нам Надо будет Прерывать Его ритуал Ибо Он Также Будет Выходить На Пятый Уровень О Слушай А у нас Там Он Попыл Тиреум И он Буквально В одном Ходе От Столицы Дожди К Куда Он Взялся Разглагольствовал Разглагольствовал Но ему Короче Чтобы Добраться До Лотерна Пройдется Пройти Через Мерцающую Башню Для Начала Или Если Он Выслится Вот Здесь С Востока Точнее Запада То Меньше Мне кажется Он Не будет Атаковать Этим Ходом Да Короче Здесь Будут Проблемы Торлазор Вообще Как Лах Слился Но Мы тут Конечно Ему Под Кузьмили Безусловно Насрали А еще И в Шторм Попали Тут Будет Восстание Еще Одно Возможно Возможно И не будет Если Мы Отменим Налоги То Сможем Пресечь Так Что Мне Надо Вот Сюда Возвращаться А тут Что-то Вроде Был Плюсовой Прирост Нету Теперь Уже Ноль Так Что У нас Здесь Один Ход И Армия Вейдера Направится Я думаю Тоже На юг Именно Она Будет Там Разбираться С Вексат И В общем То Мы Можем Нанимать Еще Одну Армию Это У нас Будет Генерал Александр Если Не Ошибаюсь Ой Про хаос Я забыл Кстати Про хаос Нельзя забывать Никогда Засада Это будет Автор счет Берем Еду Всполнимся Мы И так Там Здесь Все Нормально Вроде Вроде Бы Ксатли Пока Тоже Все Идет На лад Ясно Я не Стаю 26 Ну Вот Мы Можем Ход Посидеть А потом Колонизировать Вершины Маку Что-то Я тут Хотел Забрать Вершины Маку И Монумент Солнца Хотя бы Так Овладеть Поселениями Да Кстати Еще Было Предложение Твихакера Заключить Союз С Морати Есть только Две Проблемы Может быть Даже и Больше Во-первых У нас отношение С ней Хреновое Во-вторых Неизвестно Поддержит ли Она Нас Морати Поддержит ли Она Нас В войне С Малекитом Она может Разорвать Союз И на нас Напасть Поэтому Вилами На воде Писаны Такие Союзы Начнем С простого Даже Так Но Тем не менее Отношения Будут Улучшаться Потому что Мы Напали На Лотерн Ей не нравится Гекса Хотя С ним Не воюет Но Одобряет С ним Войну Так Что мы Будем Делать Тысячи Все Что ли Пока Наступно Улучшение Поселения Уколот Нераспределенные Очки А у Третьякова Знаки Из камня Варпа Это Все Конечно Хорошо Нам Надо Качать Распорядителя Чтобы Было Еще Больше День 16000 Доход Сейчас Наймутся Мерзости И конечно Он Просядет Итак Вопрос Куда поплыл Тирион Он куда-то поплыл Блин Он плывет К мерцающей башне По-моему А нет Куда-то он поплыл Вообще В южные земли Эльф уверен Что он сможет И так отбиться Довольно Самонадеянно Но Ритуал его прерван Кстати Надо сейчас проверить Что-то я смотрю Что-то я не вижу Прерывания луча С Лотерна Но по идее Все завязано на нем И когда ритуал будет закончен Они просто не смогут Его завершить И типа скажут Все извините Чуваки Их линия отлетит назад Наполовину То же самое касается И Малекита С ним кстати тоже надо Что-то решать Если мы не сможем Взорвать город Значит нам придется Туда огнать армию И рушить его А какая армия Мы отсюда уйти Пока не можем Помойная крыса Открыто достижением Новая фракция Скилинги Ну на скеллингов Мне вообще Класть Большой толстый болт Блин Здесь я не достану Скверна хаоса Да и очень медленно Мы от нее Избавляемся Надо не за пятны скачать Плюс 3 С динамикой Все плохо Общественного порядка И Все очень плохо Нужны вот эти вот города Нужна еще одна армия Здесь И в то же время Мне придется гнать Вот сюда Чтобы разрушиться Поселение Возможно Так Обнаружение 160 У нас превышение На 40 единиц Офигенно И 15 ходов У Маликиту осталось 14 Но у нас Будет с вами Больше ничего строить Мы не будем Потому что все остальное Влияет на обнаружение В плюс Короче Когда мы достроим Эти два здания Через Три хода У нас будет ровно 160 на 160 То есть Получается Ноль Возможность будет Обнаружить По идее Но они уже видят Эту мастерскую Смогут ли они ее потом Разрушить Я не знаю Но опять же По идее Мы успеваем взорвать Потому что После того Как закончится Временный ритуал Там нам скажут Типа У вас осталось Несколько ходов Если вы ничего не предпримете Все Жопа вам будет И можете Паковать Чумоданы У нас ходов Будет строиться И вот мы вываливались 100 тысяч Поэтому генерала Александра Мы пока не можем Нанять 13 600 Становится доход После найма мерзости Что-то не сильно ли он просил Не сильно ли он просил Однако Так У нас тут нет налогов Между прочим В одном поселении Но мы пока ничего не можем Особо сделать Шанс спех действий героев Шанс засады Магический предмет получить Это нам нахер не надо Вот нам надо Вот это построить И ввести здесь налоги А в остальных поселениях Вроде бы все есть Тик Грызи Крыси Ну да Из латерна Вот эти вот Видите линии Сходят таким пунктиром Это значит Что здесь Ритуал прерван В этом месте И по идее Он не должен быть закончен Малекит Все линии пока вроде Нормально двигаются То есть никто ему Ничего не порушил Будем ждать Пока не восстановимся Пока никуда не отступаем Тем более Общественный порядок Как видите сами Оставляет желать лучшего С другой стороны Башню Лесанта Я мог бы захватить Но я боюсь Что столицу Ну они смогут Отбить обратно У нас там еще пока нет Гарнизона нормального И у них 28 поселений Почти такой же уровень силы Как у нас То есть в Ангиреале Или в Лесане Кто-то сидит Я в этом уверен На две армии Они не нападут Наверное Е плюс гарнизон Жалко Гарнизон Ускорит Я бы сейчас заплатил Даже деньги За то Чтобы это сделать Но увы Так что пока Генерал Александр У нас Так сказать Отдыхает Денег Нету На него Вообще 81 тысяча А вот Вейдер у нас Направляет Вторые штуки Мы на них потратили Но потеряли Мы Две с половиной А куда еще Тыща делась Че за На ей Обман Такой Куда деньги-то делись Э У нас же был 16 штук Доход Почему он стал 12600 То есть мерзости Заняли У нас вроде больше Никто не нанимался Насколько я помню Вроде бы нет То есть мерзости Заняли полторы тысячи А потеряли мы Две с половиной Круто Отличная экономика Так еще плюс 300 Но 5 ходов строит Сейчас да Доход еще чуть-чуть Возрастет С общественным порядком Здесь все нормально Стенка особо Не нужна Здание на рост Не нужно И пока мы тут Строить больше Ничего не будем Да-да-да Я в курсе Так вот Это здание Тоже надо Расширять Правда провинция Небогатая И много мы здесь Денег не поимеем Учительный порядок Надо еще улучшить Завершаем ход В принципе мы можем Атаковать Но надо подождать Конечно армию Вейдера Мы сейчас можем Столкнуться здесь И с Гексатлем Одновременно Мы не можем Прервать у нее ритуал Хотя в принципе Я могу попробовать Ему скинуть армию Вторжение За 10 тысяч Не так уж и дорого Так Ударом что-то замыслил Он нифига не на юг поплыл Он хочет выждать момент Для атаки на Мерцающую башню У меня есть подозрение Что он ждет армию Которая сюда подойдет Чтобы ударить с двух сторон Это вот опасно Это очень опасно Обнаружен подземный город Подземный город вырос слишком сильно И был обнаружен Теперь владелец региона Может его уничтожить Короче понятно Он его может взорвать То есть он его заметил Это печально Но некогда было ждать То есть не было возможности Ожидать пока построится здание Которое 160 дадут очков И тогда бы его Может быть и не нашли То есть там было ровно бы 160-160 Но мы тогда не успели бы взорвать его 99% Там просто бы не хватило бы времени Чудовищный удар У меня сразу целая куча этих сообщений Попробую тем не менее Выслится около Этой шахты 14-700 Возрастает еще доход Вернули нам тысячу украденную куда-то Тем ходом С экономикой творится какая-то дичь Может быть просто мы что-то достроили Ее дало Да, вот это здание скорее всего Апнуло доход в лотерне Ну че, он ждет Пока мы уйдем отсюда Можем конечно Рассовать армию вот таким вот образом Тут нет стены Стена будет только этим ходом В любом случае не доставим Так что нормально У Якито есть какой-никакой гарнизон Внутри И сходу его тоже Пять не возьмут Вот, кстати Неплохо бы армию Третью было бы нанять здесь Для нее инфраструктуру Строить еще очень долго Придется Так, что будем там изучать дальше Шо нам нужно Здесь все исследовано Че-то тут было нужно Это нам явно не надо Максимум пищи Да, чтобы этой пищи было максимум Че-то надо еще построить Требуется постройка секретного логова Че, у нас такой нет, что ли? Там уж производили ассасинов Тоже А, подожди Я же там что-то достраивал В южных, подожди В землях Ладно, короче Начнем ответку качать Начинаем мы качать Интенсивные тренировки Для бегущих ночью Для бегущих по каналам Ранг повышается Че-то я тут начинал строить Я помню, что ассасиновый хакер заказывал Да-да-да-да-да Вот оно здесь строилось Когда мы его достроим Я ему ассасина найму Теперь, в принципе, можно его в армию поместить К Киту Еще одним героем Будет лоха-хай и кит И вихакер в одной армии Надо кого-то прессу убрать Даже не знаю кого Все суперопытные Никого бы убирать не хотелось Наверное, я уберу пулеметы крыслингов Посажу ее в другую армию А, так это еще, кстати, и элитные отряды Их можно, в принципе, сократить А потом просто кому-то нанять Чтобы армию не совмещать И не перебрасывать При ближнем контакте Так, все мы сделали Вроде бы Вроде бы все Нет, не все Далеко не все Давайте, в третьем уровне Сразу колонизируем С вершины Макву Хотя климат нормальный здесь Довольно быстро все должно строиться Ну и делаем ход Вот Лотерн, видите, уже набрал силы И мы сравнялись Да, и теперь он плывет В мерцающей башне Чем я и говорил Но, правда, не доплыл Можно попробовать его утопить Двумя армиями сразу Было бы неплохо Но тогда мы опять Лотерн подставляем Открытым И я не уверен Какой будет шанс Наговор о ненападении Хочет Ноктил За 3 300 Но у нас с ним хреновые отношения Да, они улучшаются Но Терпимость Великая держава Между нами не будет Нормальных отношений Поэтому нет Война будет в любом случае Не требует, чтобы мы вступили в войну С какими-то бомжами Но они не в том положении Чтобы что-то требовать Проведен ритуал пробуждения А, кстати Гексатли Один ход Всего остался Забыл я Насбросить Армию А уже поздно А хотя подожди Армия-то может быть Успеет Какие действия совершить Один ход Не знаю Не знаю Куда я сбросил Где моя армия Ну, если они сходу протакуют В принципе У них есть шанс Победить И прерывать его Но если они протакуют Не сразу Возьмут в осаду Все, они тогда закончат ритуал Блин, здесь Какие-то рифы Так, ладно Высадились Тут у нас Рудник золотой И Какой-никакой Гарнизон есть Потом Вот эти два города Можно взять Здесь нормальный климат И уже Так, посидеть Более или менее Основательно Я почти добрался Так, прокачиваем Доход С доходом Как видите Есть Серьезные проблемы Мягко говоря И вообще нету Поэтому я пока деньги поберегу Поберегу 45 тысяч осталось Мы ударились В активное строительство Но только Дешевые здания Может быть Какие-то Возведу Так Что у нас здесь В принципе Я достаю до него Но он сможет отступить Он не наускоренно плывет И В общем-то Он может далеко Отплыть Мы до него Не достанем Пока Подождем Я думаю А, слушайте А стена-то будет Еще не скоро У-у Шесть ходов Я только увеличил Гарнизон это более серьезное простируем вот так мы можем принципе один на один с ним сразиться его уничтожить день там на острове да и он по силам становится уже сильнее так 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 еще поближе подкрался и смотрим еще там кто делает наша армия будет ходить последний александр тут набрал фракция вторжения уничтожен да ладно армия вторжения очень уничтожен зашибись 10 тысяч выкинули коту под жопу и он закончил ритуал вот поэтому торгаться быстрее чтобы в южные земли иметь возможность взорвать его город на последнем ритуале но я думаю что мы успеем продвинуться сколько там ходов 30 потребуется чтобы начать ритуал 20 ходов чтобы закончить еще пять ходов но ходов 55 ездит я думаю так ноль ходов кто ничего не прерывал да самое поганое что города довольно далеко то есть нам придется добраться до этого на у и на у он тля чтобы замочить в нем сидящих и прервать ритуал тоже рифы кругом короче рифы видишь шторма мурлящий шаторм ладно неважно короче дополем отсюда от исполнился посидим крайне не вовремя начались тут все эти шторма я вам скажу 56 тысяч ну так доходится растет медленно верно как и общественный порядок сат ли пока ноль здесь плюс 3 ждем в исполнении полного и потом про атакуем вот здания на доход на вот эти вот строить они тоже бафают очень серьезную экономику ну и после прокачки лотерна полностью мы получим нормальные деньги пока провинции приносят 1200 суммарный доход ни о чем ну чё сразимся с нему там неплохо вроде тонет у нас есть ракета если чё надо бы его утопить и нам придется здесь тоже плыть через шторм ой дожди а не спрэм это армия это армия которая должна была от кого-то таковала так в чем-то не увидим полно стрелков шанс нам дают меньше конечно как и обычно есть арта тяжелая пехота дохрена ну и конечно сам тирио сам тирио надо вам не шутки тяжелая пехота у него наверное не добежит по традиции все сдохнет почти что но стрелки успеют навалять плюс есть фениксы всякие разные которых тоже надо будет каким-то образом застрелить и не дать им до нас долететь если я подведу вторую армию конечно это тоже создаст определенные проблемы он отступит тогда ничего не получится что хоть за картой посмотрим карта не очень положимся на нашу арту в общем то которая должна вынести будет большая часть их пехоты на наших стрелков можно колеса будет подвлекать тех же этих сестер пытаться ими зашпилить но они могут эти колеса отстрелить то есть у нас получается четыре колеса вместе с импитом пять раз мы можем под ноги сбросить ну и на крайняк кинуть ракету в принципе можем еще одну сделать без проблем на бой с тем же малики там да это серьезные парни у них еще и опыт шестикратный семикратный у всех и тире он неубиваем я думаю что и кит с ними справится и по моему он даже отступить то не может то есть он будет до конца биться опасный бой это что за туман тут так как мы будем тут располагаться располагаться нам надо как можно дальше от них желательно где-то это на пригорке сделать для арты идеальная позиция но тут есть проблема в том что деревья будут мешать нормально стрелять вот здесь тоже неплохая позиция в принципе карта тут не встает вот так вот в линию встать как то что то не очень вот здесь плацдарм был бы идеальный то есть такая возвышенность пригорок артиллерия смотрит четко вперед а не вниз носом задирает будет мешать стрелять здесь ставим джизайлов крыслингов чуть ниже чтобы они не мешали им стрелять вот здесь поставить да слишком так нормально будет немного криво выровняем тяжелая пехота пока поставим ее за артой чтобы он не мешал стрелять еще вопрос пойдут ли они вперед и у них есть одна артиллерия и он будет уничтожить сбросом крыс в тыл ну а если прям жестко прижмут будем кидать тогда мы с вами бомбу если бы бомбы не было на этот бой конечно бы не пошел это был бы слишком высокий риск ну а так в целом мы должны без особых затруднений справиться хотя потери будут большие возможно если они доберутся до ближнего боя то да будут большие если не доберутся значит все будет нормас сбрасывает мне камеру если даже они не пойдут я заставлю их пойти нет они идут Тирион уверен в себе полностью и наша арта уже начинает стрелять нормально простреливает и неплохо попадает по сестрам блин а кстати у них еще видите из леса выходит отряд которых мы не видим поэтому светить надо постоянно воу 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 и Тирион врывается но его сразу жестко обстреливают он пытается догнать икида вот и сейчас мы его убьем кстати это очень сильно упростит задачу пойдем на сопротивляемость урону заманиваем его под стрелков и сейчас его крыслинги наши застрелят Тирион делает глупость огромную и погибает просто лошара личное попадание кого-то было от арты паникует пытается восполнить хп чем-то там догоняет икида но и все сваливает сваливает к сожалению крыслинги застрелят не застрелят чуть не хватает совсем он не погиб конечно но тем не менее он бежит так здорово настреливают на арту на их попадания неприятные и очень быстро они сближаются так так летят феникса летят они вроде в правильном направлении так у них остановились сестры стреляют тоже по икиту это хорошо пацаны приземлились в нужные так сказать цели сближаются и сдерживают к сожалению не смогли добраться до ближнего боя и это но и и и и и и на и и и и и и мы не можем убить у них стражи феникса их там хрен чем убьешь центральные отступают почти все кончено все они бегут и это победа элитная армия была уничтожена эльфа два лидера сошлись и покарал отражение в воде как будто с ртх технологии хотя без всякой ртх херни никак особо на производительность это не влияет так что видео устроила грандиозный развод века хренатенью которых два раза просаживают производительность в игре визуально почти ничего не меняет ну да может быть это честный просчет но это нечестно по отношению к пользователю которые из-за этого теряют дикое количество фпс поимели и примерно также бы была уничтожена и думаю армия вихря армия кита кстати был неплохой тест для нее и мы с ним справились легко так но там свои стреляют по своим же незначительная победа потери были всего 215 хотя по численности мы были почти равны их тяжелая пехота была аннигелирована на подходе как и в общем-то в предыдущих боях и только вот летуны смогли более-менее что-то добраться стрелки тоже практически не успели пострелять наших просто деклассировали особенно арта ну и кита весил 42 накидал тирион слился как лошара но кстати еще попытался отхилиться и он кстати не погиб вроде бы он просто убежал но не суть важна они я думаю утонут хотя может быть даже и сумеют куда-то отступить у них же был лимит ходов возьму исполнение потерь да он сумел отступить емать они достанут наверное так защита в ближнем бою привлекающий щит победа на тириум атака плюс 2 армия лорда ранг новых отрядов плюс 1 всех войск армии лорда круто достать 2 армии добить гель гадутина на авторасчете такие же потери были как у меня в бою фактически в прямом с целой армией так примерно ком просчитывает успехи с камнем варпа плюс 5 и тоже победа над тириумом гель гадутина тоже армия лорда плюс 2 атака в ближнем бою и тоже ранг новых отрядов плюс 1 вот так мы прокачали сразу обе армии так короче мы пока никуда не поплывем мы встанем здесь на море и будем ждать следующего хода чтобы не разделяться слушайте а у икита кто-то погиб какой-то отряд один да ладно так арта у него не погибло а кто у него задох что-то я не заметил у него минус 1 отряд ну а его кстати можно нанять тогда мерзость из адской дыры с другой стороны я хотел брать потом крыслингов какую-то пехоту ближнего боя что ли шлюпнули у него вроде двадцатник был надо будет пересмотреть потом момент на повторе мерзость конечно мы можем нанять она неплохо может потанковать в итоге можно нанять еще одну арту но это уже будет наверное слишком много оставлять место для ассасина сейчас слишком рано но тирион тем не менее поплатился за самонадеянность как он полетел то в надежде что сейчас всем покажет кускай ну мать что-то пошло не так что-то пошло не так что-то пошло не так и что-то он тут совсем слился так вызов разрыва не можем мы прокачать его финальную магию тут уже не хватает очков прокачки просто-напросто поэтому я думаю что мы ему вкачаем все-таки сопротивляемости урона от выстрелов чтобы у него меньше дамажили благо у нас противник и будут эльфы и темные и светлые у них стрелков до фига эльгиадотин 19 ранг почти уже есть бессмертие распорядитель качаем по максимуму макимаус так это нам что-то взрывы четвертый левел пока что еще наверное уран качать на специализацию как агента ну и в общем то все наверное сейчас мы осаждаем здесь город сразу мы его не возьмем начнем этот штурм от следующей айсирии но надо сейчас будет ход закончить в любом случае потому что чтобы результаты боя сохранились надо это сделать мастер инжинир мастер фломастер мастер фломастер а кстати у нас тут восстание назревает между прочим придется отрубить налоги пока поакси наконец то восстановили 16 тысяч доход Тоже восстанавливается постепенно Ну, пока мы, в общем-то, выдерживаем строительство 12 хедов, и город будет уничтожен 11 Да, кстати, он бы, скорее всего, не заметил Ведь сейчас он город не видит Но дело в том, что он уже его находил И он про него, естественно, не забудет Он уже его видел, и в любом случае он знает про него Надо было по-хорошему откачать сначала все вот эти строения, которые уменьшают обнаружение Шанса потом уже строить Но я говорю, я бы не успел взорвать его потом Так, ритуал соперника сорван у Лотерна, все Ритуал сорван, и Гексатль продвигается вперед А Какое-то удовольствие, Гексатль объявлена война, отлично Вот поэтому они ведь и не дружили, поэтому нравилось Мурати Что мы воюем И теперь Лотерну придется его начинать еще раз В каких-то других городах А по-моему, пока Лотерн будет под нашим контролем Он, наверное, и не сможет его завершить Хотя это не точно на самом-то деле Может быть, он через другие города сможет его пробросить Но посмотрим В любом случае мы находимся близко от Ангириаля Через который тоже шел луч И буквально через один ход мы можем до него добраться и разрушить Если будет такая необходимость Но ему еще долго придется набирать Под таким давлением с двух-трех сторон он Не знаю, сможет ли набрать это быстро Отлично И мы все-таки его прервали Да, Гексатль? Ух, нифига себе! Кстати, он не так уж и далеко отлетел назад Гексатль, смотрите, как продвинулся сразу Он практически пролетел на всю полоску И тоже вовсю готовит Этот охребанный ритуал Так, даже запретная мастерская Так Не знаю, я зашел Десять ходов осталось Может быть, обосновать у них город День-то на уют Или как он там назывался-то И взорвать его к хренам тоже Инженер-колдун А здесь его и не наймешь Я просто не уверен, что мы сможем добраться До туда Вот еще не хватало с ящерицами разбираться То есть у нас три ритуала Моя ящик лотернда отлетел назад Но Это все временная передышка А ритуал сейчас начинать тоже нельзя Ни в коем разе Хотя, подожди Так, здесь у нас инженера нет Где же мы можем его нанять? У нас вообще лимита нет Требуется сборочная пещера Нет лимита на найм Это плохо Это очень И очень И очень плохо Мы можем, конечно, послать Лоха Хам Туда проплыть и установить Пока что Необходимую инфраструктуру Плыть ему придется Хрен знает сколько Вообще Стоит ли оно того 20 ходов Вот этой армии мы можем В принципе Сразу плыть На Уонтелю Блин, кто это назвал так? Так Если мы здесь прорвемся Ну, в принципе Климат везде неплохой Долго нам задерживаться Не придется Проблема в том, что Они могут нас сейчас Надрючить Остыло Ну, в общем-то Недалеко Учитывая, что он тут еще Воюет с высшим Хрен его знает В обеих армиях В обеих армиях Нету инженеров Колдунов Это плохо Микки Маус посылать тоже Хотя бы Одну армию туда послать Но мы не удержим Тогда лотерн Не, пока не будем Этой херней заниматься Я думаю, что мы успеем Добраться Если прямо приспич Там посмотрим Ну вот с Малекитом Все висит На грани С Малекитом Все висит на грани Мы не успеваем Доплыть До Коронкара 10 ходов осталось Мы не успеем туда Доплыть Просто физически Плыть до хера и больше Надо еще будет высаживаться Ходов 12 потребуется Поэтому Единственная надежда Это либо армия вторжения Либо Попытка взорвать Такий город Может быть он про него забудет Хрен его знает Ладно И дальше Мы В принципе Ход наверное закончил Потому что мы какие-то действия делали Блин Там На юге Тогда нам придется На юге Придется ждать Странно Он здесь вылезти не может Как-то Вообще по кругу пробежал Вокруг города Через порт вылез Лутернский Понятно на хрена А колесо уничтожили Вот что Уничтожили одно колесо Девять ходов Оно будет восполняться Мы можем Эконом вариант Нанять конечно Пока смертоносцев Отравленного ветра И у них кстати Седьмой сразу ранг Достаточно неплохой Борьба с крупными целями Очень хорошие тоже стрелки Как и говнометатели Если нанимать Мерзость Это шесть ходов будет Ненамного Меньше Штарма крысы Слабо А у нас Надо бодаться Будет с малекитом Давайте мерзость Наймем Пятый ранг Думаю она пригодится Для танкования Лучше чем колесо Зайдет Как они уничтожили Наверное нарвалось На страже феникса Возможно оно Ход не хочется ждать Может быть по-быстрому Возьмем тогда город У них в общем-то нет Три отряда возьму Хватит Давайте по-быстрому Возьмем и закончим ход И на этом Завершим серию Потому что ждать Здесь нельзя Чем дольше ждем Тем больше шанс Что гексат И начнет ритуал До того Коново начнет Нам надо добраться До ущелья Который ведет Уже непосредственно В южной земле К этому На уотлю На серии затягивается Это не есть гуд Вообще я по-быстрому Тут разберусь Потери особо Не важны Так как они важны Но не особо Если здесь хорошие башни Они сейчас могут Нас Жестко повредить А мы можем Нас здесь спрятать Пехоту Наверное Отлично Мы всех Спрятали Караупская Здесь стоит Ищем И разберем Сначала Мало метров магии Берем башни По-быстрому Башни довольно слабые Стреляют на них героев За два залпа Уничтожат их Ну и дальше В общем-то Можно свободный Обстрел делать Или Разрушить стену Чтобы пехота Начала штурм Нормально Продолжение следует Объехать Да 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 Угонь Огонь Ставили Рейс Большой скролл, ну да, они боксов дамажит. Реально довольно долго держат. Плохо наяривают, пробьем еще пару дыр и вот так вот. Притом требует не так уж и много магии, плюс он чумных монахов может призывать. Да, с этим пареньком они могут нанести двойной дэмэдж. Приворачиваюсь. 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 Какие они с ними занимаются, а пехота наша успеет подойти. Сверху продолжают накидывать, крайне неприятно, нет никакой брони по сути. Закладывать кренделя, непонятные, где должны бы войти, они ни херя не входят. Где они обходят? Они идут не через ту сторону, через которую я их направил, совершенно. Действительно, зачем? Так сойдет. Мы захлестываем их. Где-то какого действует. Это канал лордов и героев. Ускорок всегда армия в бою теряет очень много войск, потому что монахов нет ни хрена брони. Они прославятся все время, можно сказать, что с голой жопой бразуру. Ой-ой-ой-ой-ой, еще как вылетают им. С фланга-то мощно. И почти один его отряд уничтожили. Нет, конечно, полное говно. С точки зрения стойкости в бою. Какими-то колхозниками-крестьянами воюешь. Не, не, взяли город с... Не хватает вот этой армии штурма-крысок. Ну, ускорока монахи лучшие войска из того, что он может иметь по его специализации. Броню хотя бы, нельзя, полтинник бы навесить. Броня в 20 минус это не броня, это какую-то хрень. Мне кажется, наша арта стреляет своими в жопу. Или мне только так кажется. Но вот... Отряд у него мог погибнуть. Тем не менее, дает решительную победу. Но потери были 260, не такие уж и большие. Кстати, ассасин очень здорово досталось. Между прочим. В основном в монахов выехали сбоку. Вот первый отряд. Кавалерия. И, кстати, штурма-крысов тоже достаточно серьезно повредили. Ну, и он артиллерия навалила и стенам, и башням, и еще и войскам. Ну, я думаю, что и нашим там тоже досталось. У них халевые 160 нарубили. Остальные, в общем-то, не особо. И Кава 59, которая влетела с фланга. Ну, город пал. Сейчас делаем ход и завершаем. Мы возьмем третьего уровня город. Здесь, в принципе, быстро идет восстановление, но тем не менее. Тут надо крепиться как можно быстрее. Плюс сейчас я получу рудник. Доспехи плюс 4. Спротивление так. В 25 процентов. Как только мы наберем 100 тысяч. Если не большим, мы наймем 6-ю армию Александра. И, наверное, мы наймем ее где-то в этом вот районе. Вот надо будет в Теотикве сделать плацдарм. Желательно бы город сразу 5-го уровня зафигачить. Уй, у нас какой просадка. Слушай. У нас очень серьезная просадка и 5-го лвла мы не сможем, наверное, сделать. А город и третьего-то не сможем толком. Так, золотой рудник. Это плохо. Если мы не сможем этого сделать, значит... Мы не сможем здесь быстро собрать армию через общий доступ нанимать слишком долго, нанимать на другом континенте и опять сюда чесать. Такая себе идея. Но если только из столицы и к этому, ну, уйдет ли плыть там напрямую? Это, в принципе, не так далеко. Короче, ладно, посмотрим. Событий сегодня было много достаточно для серии отдельной. И вот опасаясь, что там в этом городе есть армия. А, там еще им войну объявлять надо. Короче, да, в следующем эпизоде, значит, мы все это объявим. Надеюсь, Малекит не найдет... Такие наши... Город подземный. Точнее, как он уже его нашел. Может быть, он уже его потерял. Забудет про него. Надо будет заклинание забвения применить. И... Вроде у нас превосходит даже Лотерн по силам. Но пишут, что мы все равно... Сильнее. Еще раз предлагаю Мурати. 39-41. Да, наверное, не пойдет. С Малекитом, вообще, отношения нормальные. Можно даже торговать без него. Мудриво. Но он ничего не хочет. Там уж ком-то знает, что мы будем с ним воевать. У меня много вещей, чтобы увидеть. Так, будь быстрее. Не плохо, потому что скоро придется им война объявлять. И если с ней договориться, договориться прямо сейчас. У нас с ней еще и торговлю приносит неплохие бабки. Очень неплохие. Если ей предложить денег. Немного. Ну, хотя бы тысячи три. Не пять, четыреста. Ты че? Так, шанс умеренный. Я думаю, нет. Хм, ты наглый. Ну, короче, больше пяти тысяч я ей не дам. Ну, пускай будет пять четыреста, которые предлагают. Все, больше я ей не дам. Хочет, как хочет. Да, если с ней будет война, это тоже будет плохо. Но она ведь не напрямую с Малекитом в союзе. Поэтому, если им объявить войну, это еще не значит, что война будет между нами. Но отношения точно испортятся, потому что у них-то отношения нормальные. Так, мы выплываем. Прямо через шторм. Кстати, можем получить двадцать тысяч. Сразившись вот здесь. Вот заодно протестировав армию Вейдера. Сейчас мы уже потеряем войска. Посмотрим, как работает механика с этими городами. То есть, сначала, да, город обнаружили, но сейчас они его не видят. Может быть, они не смогут его найти повторно. Но мне кажется, что они узнают, где он находится, потому что есть значок. Показывает, что город обнаружен. А вот это мне совсем не нравится, потому что приплыли... А сюда пираты. Они сейчас будут наши города оттяпывать. Твою ж ты дивизию. А мне никак оба направления не проатковать. Мне надо разобраться сначала с бомжами, а потом уже разбираться с этими соскегами. А у них ничего не осталось. Они вот там бегают в пустой армии. Внесенная жертва Матлану. Как Гексадальд настолько проскочил. А, ну зашибись. Закончился шторм. А у нас уже пол армии сдохло. Круто. Просто чудесно. В общем, мы пока здесь обоснуемся. Если этот черепок не пропадет, мы... Вот, восполнимся. И потом до него доплывем, проведем бой. Получим 20 тысяч. 18-300 уже доход становится очень хороший. И... Все. Поплывем мы тогда, наверное, на нору мертвеца. Так, а где это к чему относится? ЮАТЭК. Да, здесь, кстати, можно было этого Квика попытаться вернуть. Как хотели. Но для этого надо, наверное, восстание поднять будет. Хотя, если захватить его столицу, может, там предложат его вернуть? Я сейчас, честно говоря, не помню. Поэтому, когда будем захватывать, надо будет там мне проверить. По-моему, ЮАТЭК был как раз его столицей. Может быть, мы сможем там его возродить. Искусственные, я никакие восстания создавать, естественно, не буду. Так, доход увеличиваем еще. Правда, все это требует... Немалых денег, но зато 5200 приносит эта провинция. Как видите, это неплохо всем. В Латерне 1600 доход еще больше растет. О, да. Чтобы здесь построить, это, короче, потребуется много денег и... 18000, да, вы смеете? 25000 осталось всего лишь. В этих городах крайне невыгодно строиться. Значит, зачем нам, кстати, здание наростать? У нас же пятого левела уже. Город нафига вообще-то строю. Вот. Так, общественный порядок идет вверх. Как только кит наимется, думаю, двинемся дальше. Может быть, я даже Ангириаль или Башню Лисана для начала протокую, чтобы у нас была полная провинция армии. Вот. Гель Гадусина. В следующем ходу попробуем туда продвинуться. Потихоньку, чтобы не напороться на засаду. В общем... Поглядим. Там, по идее, авторасчет будет. Бой, если не будет армии внутри. Ладно, на этом моменте завершаю эпизод. Если серия вам понравилась, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Вступайте в группу ВК. Оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи. До новых встреч. Пока. Пока.